Здравствуйте! В эфире РБК Омск новости. Студия Анастасия Кишмирешкина. Сегодня в выпуске. Оснований для возбуждения уголовного дела нет. Почему расследование госпитализации Алексея Навального не заканчивается? За талонами в очередь в Омске возобновляется плановая медицинская помощь. Тело не востребовано. Почему умерших пациентов от COVID-19 хоронят втайне от родственников? Договор всему голова, как омский бизнес и регоператор мир заключали. Генеральная прокуратура не видит оснований для возбуждения уголовного дела по факту госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального. Никакого преступления в отношении него не совершалось, считают в надзорном ведомстве. Как уже ранее сообщал наш телеканал, неделю назад, 22 августа, Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Пассажира на скорой доставили в БСМП номер один. Омские врачи боролись за жизнь блогера 44 часа. После стабилизации состояния пациента утром 22 августа Навальный был доставлен на медицинском самолете в Германию в берлинскую клинику Шуреты. Российские следователи обратились за помощью коллегам из Германии и предложили совместное расследование обстоятельств госпитализации оппозиционного политика. Немецкая сторона подтвердила получение запроса о правовой помощи и свое намерение взаимодействовать с правоохранительными органами Российской Федерации. Несмотря на начатую еще 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено. Организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами. Вторая российская вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в ускоренном порядке. Об этом сообщил заведующий отделом инфекции гриппа Центровектор Александр Рыжиков. Сейчас препарат проходит второй этап испытаний, который планируют завершить в сентябре. В исследовании приняли участие 100 человек. Первый доброволец получил две дозы препарата с определенным промежутком и уже выписаны стационаром с подтвержденным уровнем иммунитета к коронавирусу. Третий этап испытаний вакцины начнут параллельно с регистрации препарата. Напомню, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину «Спутник». Центр Гамалей получил разрешение от Минздрава на проведение пострегистрационных исследований. А в рамках третьего этапа исследования «Спутник» начали поставлять медицинские учреждения. Пока вакцина от COVID-19 проходит тестированием, почти тысяча мечей получили прививки от гриппа. Отечественный препарат «Совий грипп» поможет организму справиться с несколькими штаммами вируса. Инфекционисты рассказывают желающих много. Вероятно, на это повлияла пандемия. Получить одну из полумиллиона прибывших доз можно бесплатно. Поликлиники по месту жительства, по месту работы и в образовательных учреждениях до ноября. Омские больницы возобновляют прием пациентов. Об этом сообщают в Минздраве. По информации пресс-службы, ведомства, количество госпитализаций, а также число вне больничных пневмоний только за последние две недели снизилось на 22%. Также начинается прием в стационарах. Информацию о том, как попасть на лечение пациенты смогут получить у своих лечащих врачей в поликлиниках. Возобновляется и санитарно-курортное лечение. Все процессы стартуют на следующей неделе. Будут поэтапно и с полным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Возвращаться к обычной жизни начнут и больницы, перепрофилированные под работу с коронавирусной инфекцией. Напомню, ранее к своим прямым задачам вернулся клинический медико-хирургический центр. Принимать ковидных пациентов в ближайшее время перестанет и западно-сибирский медицинский центр. В очереди на выход из красной зоны госпитет для ветеранов войны и детская городская клиническая больница номер 3. До конца сентября планируется вернуть в строй городскую больницу номер 17, медико-санитарную часть номер 4 и хирургический корпус областной клинической больницы. Будет сохраняться резервный коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией, внебольничными пневмониями, но крупные многопрофильные учреждения должны оказывать помощь пациентам, которые этого очень ждут. За последние сутки диагноз новая коронавирусная инфекция поставлен 39 мячам. Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе 9154. Побороли болезнь за последние 24 часа 111 пациентов, таким образом увеличив количество выздоровевших до 6725 человек. В региональном Минздраве отмечают число вновь заболевших идет на спад. Впрочем, вероятность того, что положительная динамика может смениться отрицательной, в ведомстве допускают. Близится завершение отпускного сезона и начало учебного года. В ведомстве напоминают, чтобы не спровоцировать вспышку COVID-19, мячи должны соблюдать масочные режимы, не забывать о соблюдении социальной дистанции в полтора метра. Несмотря на снижение количества заболевших, список погибших от коронавируса мячей растет. За последние сутки от COVID-19 скончалось 5 человек. Общее количество пациентов, не справившихся с инфекцией – 180. В Министерстве здравоохранения прокомментировали ЧП, которое произошло во второй больнице скорой помощи. Пенсионерка, госпитализированная с диагнозом COVID-19, скончалась в клинике. Похоронили ее в тайне от родственников. Близкие узнали о смерти пожилой женщины лишь две недели спустя. В Минздраве выясняют, они руководствовались федеральным законом о погребении и похоронном деле. Всем процессом занимался комбинат специальных услуг после того, как тело пенсионерки было официально признано как невостребованное. Если родственники самостоятельно не выходят на связь и игнорируют звонки сотрудников больницы, администрации лечебного учреждения ничего не остается, как обратиться в уполномоченный орган и направить тело на захоронение. Семье умершей пациентки предложено действовать в рамках закона и обратиться с письменными претензиями к администрации больницы. Больница готова дать все разъяснения. Однако родственники Амички уверяют, что были на связи все время, пока пенсионерка находилась бы с МП-2. Во время каждого звонка по телефону, по словам внучки умершей, слышали в трубке от медперсонала фразу «состояние стабильно тяжелое». Когда последний раз семья погибшей Амички выходила на связь, неизвестно. Но по словам внучки Яны Милюк, все контакты родственников персонал больницы знал. Сказать, что мы в шоке, не сказать ничего. Потому что контактные телефоны были родственников моих родителей, мамин и папин. Они были. Был домашний адрес, был домашний телефон. Это однозначно бабушку забирали из дома. И после подтверждения диагноза выехала бригада, чтобы взять пробы у папы. То есть они знали, что она не одинокая, что есть как минимум сын, а как максимум мы все. Соглашение между региональным оператором и союзом предпринимателей поможет сократить количество серых вождиков мусора и улучшить экологию Омска. Об этом заявил генеральный директор магнита Карен Егаян во время пресс-конференции, на которой руководители организаций подписали протокол о деловом сотрудничестве. Теперь мусорные проблемы планируют решать мирным путем и идти навстречу предпринимателям. Подробности в материале Ирины Сорокиной. Два месяца бурных обсуждений и подготовки к сотрудничеству между бизнес-сообществом и региональным оператором «Магнит» позади. Деловое соглашение теперь основной документ в урегулировании мусорных проблем. Если для населения пути решения спорных моментов с вывозом отходов и выставлением счета в большинстве случаев решены, то с бизнесом конфликты продолжаются. Областной союз предпринимателей выступает посредником между омскими бизнесменами и рекоператором. Все спорные ситуации будут рассматривать теперь за столом переговоров и постараются не доводить дело до суда. Предприниматель должен понимать, что за утилизацию, сбор, вернее, отходов необходимо платить. А региональный оператор, будучи монополистом территориальным, должен понимать, что он все-таки живет на этой территории и тоже является предпринимателем, и по возможности входить в проблемы и в рабочем ключе решать возникающие вопросы. По закону каждый предприниматель должен заключить договор на вывоз мусора с компанией-рекоператором. Однако бизнесу финансово выгоднее так называемые серые уборщики, которые утилизируют, а вернее сливают мусор где придется – в лесу, в поле или на берегу Иртыша. По словам руководителя компании «Магнит», большая часть незаконных свалок, по сути, проплачена бизнесом. Самые главные результаты, которые должны быть в конце нашей работы – это улучшение экологической ситуации. И такой небольшой экскурс я бы хотел провести и сообщить о том, что в России система обращения с отходами не менялась на протяжении полувека, то есть порядка 50 лет. И тот способ полигонного складирования отходов и широкое распространение, активное распространение несанкционированных свалок привели, если говорить простым языком, к тому, что отходы у нас сегодня на каждом шагу. И с этой проблемой нужно бороться. Основная проблема всех мусорных споров – отсутствие договора с «Магнитом». Если документа нет, то при выставлении счета рекоператор опирается на данные госреестра, где содержится только общая информация о компании и рассчитывает стоимость вывезенных ТБО по средним показателям. Определить на глаз, сколько человек работает в организации и сколько мусора они производят невозможно. Проблема в том, что средние показатели, как правило, всегда выше данных по факту. Увидев внушительную сумму в квитанции, предприниматель воспринимает это как начало войны. Делится своей историей Алексей Провозин. Как только я получил первый счет, порядка 38 тысяч в месяц, естественно, округлил глаза, поехал в «Магнит». Меня запросили перечень документов, штатное расписание, коды, аквэд, еще ряд показателей. И все, и мы спокойно договорились. Сегодня вот это предприятие, которое изначально получило счет на 38 тысяч, сегодня платит порядка, ну, около 5 тысяч в месяц. То есть, аргументация предпринимателя воспринимается спокойно. Просто надо понимать, что у «Магнита» крайне малая информация о конкретных юрлицах. В случае возникновения спорных ситуаций с рекоператором, теперь бизнесменам достаточно просто обратиться в Союз предпринимателей и заполнить типовую форму заявления, разработанную совместно с «Магнитом». Собрав подтверждающие документы, специалисты сядут за стол переговоров с представителями компании рекоператора. Чтобы избежать мусорных конфликтов и неприятностей в виде квитанции с многочисленными нулями, в «Магните» разработали методичку, как вести себя во время мусорной реформы. Чтобы получить поддержку и помощь бизнесменам, следует обращаться в исполнительную дирекцию Союза предпринимателей по телефону 37 06 53. В Омске появится третья мобильная эколаборатория для замеров вредных веществ в атмосфере. Об этом заявили в региональной Минприроды. Впрочем, отследить не значит предотвратить. Согласно распоряжению президента Владимира Путина, все производственные предприятия к 2024 году должны снизить объем выбросов на 22%. И Омские заводы уже начали исполнять предписания. Отмечу, что согласно данным Федерального Минприроды, промышленные производства не единственный источник неприятного запаха в воздухе над городом. Эксперты считают, весомую часть выбросов производит транспорт. Впрочем, на стратегической сессии экологи, представители власти промышленных предприятий и общественники обсуждали только вклад предприятий в городскую экологию. По мнению генерального директора Акционерного общества «Высокие технологии» Дмитрия Шишкина, не стоит подгонять все предприятия под один стандарт. У каждого из производств разное влияние на атмосферу. Свои доводы эксперт наглядно продемонстрировал на примере предприятия, руководителем которого является. Машиностроительное производство находится в центре города. Штат предприятия более тысячи человек. При таких условиях экологические программы, что называется, для галочки не пройдут. Отсутствие реальных показателей снижения выбросов жители заметят сразу. В процессе модернизации предприятий, которая технологическая модернизация в плане обеспечения качества, обеспечения выпуска продукции, свои машиностроительные, да, а экологические мероприятия шлифоном, и они не были доминанты техпереоружений. Они, да, присутствовали. Да, мы при выборе там любых технологий, то есть выбирали тех процессов, которые имеют высшую степень по зеленой шкале, ну, самые экологически безопасные. И реализуя вот эти вот стратегии, мы добились, вот я вам скажу, снижения выбросов в атмосферу в 7,5 раз. Не на 20%, а в 7,5 раз. Отходов производства, то есть в 3,5 раз. А потребление воды в 9 раз. Добиться таких показателей предприятию удалось за счет сокращения производственной площади, а также благодаря остановке процессов выплавки чугуна. Полностью исключен нагрев изготавливаемой продукции в нефтяных печах. Их заменили электрическими. Обновлен станочный парк. Новое оборудование позволяет экономить электроэнергию. Полностью закрыты зоны металлообработки машин. Исключено попадание загрязняющих веществ в паров смазочно-оклаждающей жидкости. Очистка вредных паров от гальванических ванн теперь происходит с помощью комбинированных ионообменных фильтров, а также исключен сброс точных вод с гальванического участка в городской коллектор водоканала. Дмитрий Шишкин отмечает в вопросах экологичности к каждому производству необходим индивидуальный подход. В некоторых случаях и 20-процентное снижение выбросов может оказаться недостаточным. При этом другие омские предприятия уже обеспечили на производстве оптимальные экологические показатели, модернизировав производство в соответствии с европейскими стандартами. Дмитрий Шишкин еще раз подчеркнул, что обеспечивает комфорт окружающей среды не количеству процентов, а качество городского воздуха. И к другим темам. Дороги новые, проблемы старые. В Омске на ранее отремонтированных дорогах сотрудники прокуратуры выявили дефекты. Нарушения обнаружили на Черлакском тракте, улицах Гагарина, Красный путь, Дергачева и Пушкина. А мечи также сомневаются в качестве ремонта на улице Бархатовой. В пресс-службе областной прокуратуры отмечают, что директору департамента городского хозяйства вынесли представление. И сотрудники ведомства будут следить за его рассмотрением. На июне-июль 2020 года замечания были устранены. Однако стоит отметить, что в процессе эксплуатации автомобильных дорог новые дефекты могли появиться уже после устранения замечаний. В ближайшие дни на участке, где специалистами прокуратуры были обнаружены новые дефекты, будет организован неочередной комиссионный выезд с участием представителей подрядчиков, по итогам которого будут приниматься дальнейшие решения. За грибами не нужно ехать в лес. Да и вообще выходить из дома. В омских квартирах грибы можно собирать прямо со стен. Правда, они несъедобные. В социальных сетях жители пятиэтажки номер 97 улицы Южная делятся фотографиями своих грибных квартир. Как сообщают, там еще после апрельского урагана пострадала часть крыши. С того момента на бедственное положение собственников дома никто не обращает внимания, сообщает автор поста. Самое интересное начинается во время дождя. Вода течет не только с потолка, но и по стенам, затекая в розетки, грозя коротким замыканием. В результате бездействия коммунальщиков на стенах сначала появлялись плесни, а спустя пять месяцев начали расти грибы. Фото и видео подтверждают катастрофическое положение жителей. В этих квартирах живут пенсионеры и маленькие дети. Подробности домашнего грибоводства и что делать, если квартира стала непригодной и даже опасна для жизни. Расскажем в ближайших выпусках новостей. 34-летнему жителю Оконечниковского района Омской области грозит до 15 лет лишения свободы за убийство своего пасынка. Об этом сообщают в региональном следкоме. Ранее судимому мужчине уже предъявлено обвинение. Согласно части 4 статьи 111 УК РФ, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть. Напомню, отчим воспитывал трехлетнего мальчика ударами в живот, сопровождая все это словами терпи, не мужик что ли. Как сообщают следователи, уголовное дело могут завести и на мать ребенка за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По версии следствия, женщина знала об избиении сына, однако не сообщила ни в скорую помощь, ни в полицию, а просто вложила ребенка спать. Как установили следователи, семья стояла на учете как неблагополучной. Однако специалисты органов опеки практически не контролировали ситуацию, несмотря на то, что в доме проживали четверо несовершеннолетних. Так что теперь уголовное дело светит и чиновникам. Впрочем, это дело отдаленной перспективы. А вот наказание отчиму определит суд в ближайший понедельник, 31 августа. По данным следствия, отчим мальчика со злостью, силой ударил ребенка в живот за то, что тот плакал и не хотел возвращаться с улицы домой. В результате этого удара была причинена тупая травма живота с разрывами внутренних органов, что привело к смерти ребенка. Обязательная маркировка домашних животных должна повлиять на сокращение числа бездумных собак и кошек на улицах города. Об этом заявляют в Минсельхозе. Соответствующая инициатива уже направлена на рассмотрение в Госдуму. Впрочем, некоторые эксперты уверены, тех, кто не готов тратить деньги на маркировку, больше. Поэтому улицы только пополнятся брошенными животными. А вот зоозащитники наоборот. Уверены, так россияне станут ответственнее относиться к братьям меньшим. Однако не исключают, маркировка может повлечь и налог на домашних питомцев. О том, насколько россияне готовы к маркировке, в чем ее плюсы и минусы, а также как чипирование может сделать эффективнее закон о защите животных. Мы поговорили с руководителем мусского приюта для собак друг Татьяной Дугиной. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. С 1 сентября прекращаются дополнительные меры поддержки для безработного населения. Минимальный размер пособия, который установили на время пандемии, вернется к своему прежнему значению – 1725 рублей. А максимальный размер останется без изменений – около 14 тысяч. Но выплачивать его будут не все. Исключение составляют только предприниматели. Бизнесмены продолжат получать повышенные пособия до 1 октября. Снижение выплат в Минтруде объясняют тем, что в банке вакансий появилось много свободных мест и компании готовы принять на работу новых сотрудников. Наиболее востребованы кадры в сфере строительства – почти 12 тысяч вакансий. В бюджетной сфере открыто более 8 тысяч вакансий. Это и госуправление, и соцобеспечение – почти 2900 вакансий. Образование – 2800 вакансий. Здравоохранение – 2700 вакансий. В сфере сельского хозяйства также продолжается потребность в кадрах. И это все новости на сегодня. В студии была Анастасия Кишмирешкина. До встречи в эфире.